Привет-привет, ребятушки, привет-привет. Ну что? Ну что? У меня сегодня делала картошечку с курочкой в духовке. Рис с мясом. Смесь бульдога с носорогом. Так, что-то еще надо нам, да? У меня вот такие томатики есть. Сейчас мы их достанем. Только после душа. Чтобы опять будете гнать, что я не причесанная. Все, поговорила с Наташей Фальконой. Все, с Винсом там все в порядке. Операция прошла нормально. Дай бог здоровья, господи. Такие хорошие люди. Пускай подольше живут. Куда ты от меня спрятался? Так, а еще у меня есть имбирчик. Как без имбирчика? Как? А что-то я как-то, блядь, вилка, ложка. Непонятно что. Ммм, вкусняшка. Тоже вот у нас в деревне Семья была. Ну и есть. Путевый дом. Бабушка с дедушкой. Ну, в смысле, мама с папой. Хозяйство. Зажиточные такие. Дети все путевые выросли. Ну и Муж умирает. Ну и дедушка Умирает. Хороший такой был дедушка. Ну и Баблиза жила, жила одна. Ну, тяжело. Все равно, конечно, тяжело. И, возможно, страшно одной. А дети жили в общаге в другом городе. Ну, вроде Чего вы будете там Жить в общаге, когда вот большой дом. А там У дочки муж, дети. Ну, уже такая Состоявшаяся взрослая семья. Путевые все такие. Вкусняшка. Картошка с луком, с чесноком, С ранчем, сметана с майонезом. Ни капли жира. Ну, хотя, дядь, вы знаете, что Курочку так же маринуйте, сверху укладывайте. Были времена, когда для меня это было праздничное блюдо. Ну, короче, приехали дети. Начали жить. Ну, и никто, ну, понятно, пожилой человек. Огород, теплица, дом большой. Конечно, никому не хотелось, чтобы она там вкалывала. Тем более при взрослых внуках, дочери, детях. Ну, как бы, понятное дело. Блядь, как мне этот бланш. Смотрите, какая красивая без бланша и какая я с бланшем. Вот. Я вроде, мам, это я сама. Мамуль, это мы сами. Мамуль. И она... И знаете, что началось? А, ну, и плюс еще... Все равно она привыкла быть в доме хозяином. Хозяйкой. А тут зять. Она ему давай указывает, он ей сразу на место. Я здесь хозяин. Я здесь мужчина. Спасибо вам, что вы отдали свой дом нам, все такое. Ну, теперь я здесь хозяин. Поверьте мне, моя задача сделать этот дом. Полная чаша. Чтоб все было. Все, не надо мне указывать. Он прав. Я не спорю. Но вот этот момент... В итоге зима. Не зима. Она на улице, на лавочке сидит. Одна. Тупо заняться нечем. У нее вроде и сил уже ни на что нету. А почему-то обидно. А почему-то тяжело. Стало плохо себя чувствовать. Муж у нее был клевый. Муж у нее был клевый. Вообще клевый. Просто человек, вот дети с детьми, у них своя жизнь. Человек всю жизнь она прожила с детьми. И я понимаю прекрасно, что дети, дети это все здорово. Но если не будет мужа, вот это одиночество. Я говорю, Лёсочка, ты не можешь меня одну оставить. Не можешь, я должна первой умереть. Я как вспомню вот эту вот лавочку ее на лавочке. Я так не хочу. Я не хочу быть в поиске кого-то. Не хочу. Я для меня вообще, мне кажется, это... Я только за, если женщине вдруг удается справиться со своим внутренним чем-то. И после смерти мужа, с которым она прожила всю жизнь, ну, например, как вариант выйти замуж. Никогда в жизни бы таких не осудила. Только... То молодцы. Но я не уверена, что... Даже не знаю, что смогла бы, но... Уверена, что я не хотела бы этого. Мы с Лёсочкой вместе с 18 лет. Ребят, с 18 лет. Поэтому... Я говорю, Лёсочка, пожалуйста, только я первая. Живи долго-долго. Я умру. Ты, пожалуйста, женись. Ты будь счастлив. Ну, только меня одну не оставляй. Он обещал. Есть люди, которые всю жизнь меняют мужей. Тоже не осуждают. Но, мне кажется, у этих людей всё-таки уже как-то есть привычка на перемены. А когда ты всю жизнь, всю жизнь имеешь одного мужчину, который терпел тебя кривой, больной, толстой, злой, ленивой. И всё равно был с тобой. Поэтому, мальчики, живите, пожалуйста, долго. Не оставляйте нас одни. Долго-долго-долго. Какие бы клёвые ни были дети, внуки, это не партнёры по жизни. Вы сами сталкивались, девочки, вот с такими бабушками или женщинами, у которых всё хорошо, казалось бы. И дети их обхаживают, и пыль с них сдувают. А всё печально. Потому что партнёр по жизни он должен быть. И те, кто остаётся одни и не опускают руки. Возможно, кого-то себе находят. Каждому стоит. У меня бабушка, например, до сих пор помню, у неё был дед Гриша, она с ним чуть-чуть совсем, не знаю, ну какое-то время прожила. Он был путёвый, рукастый такой, помогастый, там всё на свете. Но у них были скандалы, и даже пару раз она от него получала за то, что она помогает детям своим. Свой родной муж так бы не сказал. Свой папочка не сказал бы так. Вот так вот, дорогие мои. Расскажите, вы знаете вот таких женщин, которые должны быть счастливы, которые глубоко одиноки, потому что их муж ушёл, и никого они больше не хотят? И дети вроде бы с ними. Пытаются поддержать, пытаются помочь, пытаются облегчить жизнь. А наоборот получается. Я сейчас анализирую, может быть, не надо было ей говорить, мама, мы сами, мама, мы тут, мамочка, отдыхай. А наоборот, чтобы она была чем-то занята. Хоть чем-то лёгеньким, может быть. Но чтобы она была занята, чтобы она отвлекалась. Может быть, наверное, чтобы у неё была какая-то своя часть в жизни дома, да, например. У меня подруга, ну, знакомая была, у неё мама была слепая, много-много лет жила с ней. И то, вот говорит, идёт из комнаты, еле-еле-еле, ей надо помыть посуду. Она говорит, я не спорю, мамочка моет. Помоет криво, косо, грязно, хуй с ним, я перемою, блядь. Но ей важно быть нужной. Поэтому, как бы вы ни говорили, да, может быть, я грубая иногда, может, я гундявая иногда. Нет, ну, во-первых, Лёшка не такой тихий, каким вы его видите. Я серьёзно вам говорю. Если вам так кажется, значит, вы далеко не дальновидные люди. Он спокойный, всё, но может так орать, может так визжать. Я говорю, мы когда учились на траке, он так орал, я настолько пугалась, я аж руль у меня выпадал из рук. Поверьте мне, он может быть жёстким, он всяким. Нет, конечно, большей части он меня терпит. За это я его обожаю. За то, что он все мои слабые. Лёсочка, помоги мне, пожалуйста. Лёсочка, вот тут. Лёсочка, обними меня, пожалуйста. Лёсочка, это. И мои слабости он терпит. В этом он мужчина. Мужчина, вот как раз сила мужчины в том, что вот он, вот он принимает эти слабости. Хотя тоже бывает такое, что и как гаркнет, блядь, ещё и похуй ему на твои слабости. Всякое бывает. Я иногда смотрю на него и думаю, вот выходила замуж, не было никакой любви, каких-то цветов в глазах, бабочек в животе. А вот было ощущение, что это мой человек, что этот человек будет любить моих детей, что этот человек никогда не встанет и не скажет нам, ты знаешь, я, наверное, не буду ходить на работу. Подними свою жопу и пошла работать, да, например. Что он уважительным к людям. Я не знаю. Ну вот как-то вот чуйка. Знаете, вот говорят, самка, она, ей надо больше даже не любить. Настоящая самка, она подбирает лучшего самца для жизни в семье, для детей, для души, для уважения. Вот я даже всегда говорю, не так важна любовь, как уважение. Если человек тебя не уважает, это, никакая любовь не спасёт отношения. Никакая. А я вообще сама по себе. Если, если меня не уважают, если не ценят мой прозорливый мозг, мне даже не столько важно, чтобы нравились мои сиськи, сколько мне важно, чтобы нравился мой мозг. Чтобы меня принимали как полноценное существо, которое может здраво мыслить, а правильно рассчитать. Для меня это важно. Считай, не в ту степь, да, полезно? Ладно, девочки. Всё, пока-пока. Напишите свои истории. Я уверена, что вот эти вот женщины, которые якобы счастливы, которые одиноки, которые сидят на лавочках с соседками, рассказывают, какой зять идеальный, какая дочь идеальная. А такая тоска в глазах. Такое, наверное, встречала не я. Не только я, вернее. Вот. Поэтому, поэтому Лёсочка обещал. Лёсочка обещал. Всё. Что? Я буду первая. И буду следить за тем, какой он будет счастливый. Надеюсь. Что-то вот, да, что-то вот с Натальей Фальконой сегодня поговорила и думаю, думаю целый день. Я Лёсочке говорю, это последний, последний, самое сильное проявление любви будет. Если ты будешь дольше, чем я. Всё. Пока.